Всем привет! Сегодня расклад на судьбу. Давайте посмотрим, что было в вашей жизни, что есть и, конечно, что будет. Проследим взаимосвязь прошлого с вашей будущей жизнью. Иногда это полезно, сделать такие психоанализы своей жизни, потому что они позволяют разобраться в себе и понять суть жизни. Понять, где ты, что делаешь не так, где нарушаешь законы мироздания. Понять, где вовремя остановиться, где поставить точку, где что-то новое начать. Давайте посмотрим, что расскажут карты сегодня. Итак, прошлое ваше, прошлое. Ну, перезагрузка была здесь. Карта Сутана сложная карта. Говорит о том, что человек был вынужден перезагрузиться. Скорее всего, это независящие от вас обстоятельства, вынуждающие посмотреть вас на свою жизнь по-другому. Вы, скорее всего, отказались от каких-то планов, потому что это неосуществимо. То есть через какое-то время стало понятно, что то, на что вы рассчитывали, не идёт, не развивается. И очень важную роль в вашем прошлом сыграл мужчина. Мужчина. Человек показал себя, проявил себя как мечевой. Достаточно резко. Человек ранил вас. Это была боль душевная. Ну, вы знаете, вот по девятке Пентаклей сегодня ваша жизнь, она как будто уже совсем другая. Потому что вы, прежде всего, уже иная личность. Вы новый человек. Через эту ситуацию вы просто перешагнули. Как вам ни было больно, как ни было плохо, но вы эту дверь для себя закрыли на сегодня. Вы себе поставили в жизни новую задачу. Девятка Пентаклей про ресурсность, про задачи, про цели. Вы что-то изучаете. Очень многое... Знаете, вот вам... Многое стало интересно из того, на что вы никогда не обращали внимания, будучи рядом с этим человеком. Вот когда этот человек ушёл из вашего пространства, такое ощущение, что мир резко поменялся. И вы открыли глаза на то, что когда-то не было для вас важным, не представляло интереса для вас. Сейчас вы заняты изучением чего-то, получением новых знаний, возможно. Пытаетесь какие-то навыки приобрести. Вы очень активно познаёте этот мир. Получайте какие-то знания. Вот здесь идёт как чтение книг. Погружайтесь в чтение книг. Может быть, там, не знаю, любовные романы читаете банальные. Но это настолько вас успокаивает, это настолько расширяет ваш кругозор. Это настолько внутренне как-то вас мобилизует, что вам не уйти от вашей удачи. Даже, казалось бы, да, какое-то пустое чтиво, что-то несущественное, не приносящее вам каких-то теоретических знаний, может быть. Но, знаете, это как планирование своего нового сценария жизни. Вот вы стоите сейчас на пороге планирования нового сценария жизни. На самом деле, вот те книги, которые сегодня вам попадаются, это не случайно. Вам подбрасывает Вселенная вот эту литературу для того, чтобы она стала для вас источником знаний для построения новой жизни. Я повторюсь, это может быть не какая-то научная литература, ну, явно, да, не какая-то сложная теория с терминологией. Это какая-то очень такая лёгкая литература. Ну, не знаю, может быть, вы, конечно, и классику читаете, потому что удары судьбы, они заставляют нас возвращаться к классике. Но такое ощущение, что вы с упоением это читаете, вам понятно то, что описано в этих книгах. Вы погружаетесь в опыт какого-то человека, может быть, да. Вы погружаетесь в этот мир и видите в героях частичку себя, узнаёте, да, там себя. И вы знаете, да, вот это действительно станет для вас толчком к построению новой жизни. Посмотрим, что там в прошлом у вас произошло. Десятка пентаклей. Здесь вмешательство женщины было в вашу жизнь. Какие-то тёмные силы, карта, отшельник. Вас погрузили во тьму. Сделали так, чтобы вы не нашли выхода из этой ситуации. От вас могли мужчину закрыть. Некая женщина властная закрыла от вас мужчину. Она сделала так, что праздник жизни, который был в ваших отношениях, у него теперь в ногах. Видите, тройка копков, в ногах у короля мечей. Он топчет, на самом деле, вот те эмоции, которые испытывал с вами. Он пытается сегодня этому не придавать значения. Этот человек сегодня начал, на самом деле, новую жизнь какую-то. Как ему кажется, более перспективная. Некая женщина здесь присутствует. И она как над мужчиной стоит всё время. Тут и кнут, и пряник. Десятка мечей. И на дне колоды рыцарь мечей. Мужчина в отношениях с этой женщиной почему-то вынужден, с одной стороны, терпеть её капризы какие-то, её манипуляции лживые. То есть она им крутит, вертит как может. Но при этом он понимает, что он должен это терпеть с улыбкой на лице. Вот такая жизнь сегодня у этого человека. Ну, почему-то о нём пошла больше информации. Хорошо. Ну, вот относительно вас. В прошлом. Что карты ещё нам расскажут? Ну, то, что у вас был шанс прекрасный. Да, этот шанс упущен, как мы уже поняли. Но вы знаете, будущее ознаменуется для вас ещё большими возможностями. Здесь будет и знакомство судьбоносное. У вас будет новый человек. И будет любовь. Потому что по-другому как бы вы не приемлете отношения. Вот сейчас мир такой, что отношения строятся сугубо на расчёте. И пусть расчёт тоже своего рода стабильность. Да, если грамотно подойти к построению отношений через расчёт, то они могут просуществовать достаточно долго. Но вы не тот человек, который будет терпеть рядом с собой кого-то ради того, чтобы не быть в одиночестве. Ради того, чтобы о вас не говорили как об одинокой женщине или об одиноком холостяке, например. Для вас важны чувства. Вы из тех, кто будет ждать свою судьбу. Вы будете бездействовать, вы не будете знакомиться ни с кем. Вы будете просто сидеть и ждать свою судьбу. И знаете, вы дождётесь. Вот как ни странно, я не люблю вообще давать такие советы, что сидите и ждите. Но вот здесь такая история идёт. Просто бесполезно вам сейчас искать, проявлять какие-то действия. У вас судьба на печке найдёт, как говорится. Вот здесь про это. Когда выпадает королева Пентакли на вопросы личной жизни, всегда надо ждать шанса, который будет послан свыше. Пентакли – это ресурс. И он будет в ваших руках. Прекрасный, золотой Пентакль, как символ вашей удачи, которая свалится вам на голову в виде встречи судьбоносной. Ну вот сразу же, да, карты про будущее нам рассказывают. Я пытаюсь выводить информацию о прошлом, но вот сразу идёт о будущем. Но, видимо, понимаете, вот прошлое, оно уже настолько неважно. Оно обнулено. Ну, всё уже, да, отболело, конечно, по карте Су. Да, полная перезагрузка произошла. И вы готовы к новой жизни. Наверное, вы спрашиваете себя, как поживает вообще этот мужчина сейчас без вас, да, как у него там с этой женщиной отношения. Давайте посмотрим. Ну, там либо идёт всё к концу, либо уже закончилось, да. Во-первых, там связывают их деньги, финансовые какие-то моменты. Семёрка Пентаклей выходит. И это карта долговременности. То есть там долговременные какие-то обязательства друг с другом заключены. Общий бизнес, да. Какие-то финансовые вопросы, которые, может быть, их связывают. Кто-то кому-то должен. Кто-то кого-то где-то протежировал. И потом обязан был полжизни, да, отрабатывать эту услугу. Что-то такое. То есть отношения там вот идут чисто на таком материальном каком-то формате, аспекте. Оно идёт в никуда, на самом деле. Что думает о вас сегодня этот мужчина? Он полон чувств. Видите, он просто не может совладать с этим бушующим морем. Море — это эмоции. Это чувства, которые не подвластны. Эмоционально волевая сфера нам не подвластна. И этот человек, возможно, пытался когда-то в своей судьбе поставить точку относительно вас, но так и не смог это сделать. Вспоминает ли он вас? Давайте ещё посмотрим. Понятно, по этой карте что вспоминает. И по рыцарю жезлов, конечно, да. Конечно. Если бы мог, сорвался и прибежал, и приехал, прилетел к вам. Если бы мог. Страсть. Страсть, привязанность, конечно, по дьяволу к вам колоссальная. А что вы за личность? Давайте посмотрим, как карты вас охарактеризуют. Какая вы красивая. Вы внешне красивая женщина. Королева кубков – это всегда красавица. Ну, обаяние может быть внутреннее. Не знать, что у вас там какие-то правильные черты лица. Вы прям суперкрасотка с модельной внешностью. Совсем не обязательно. Карта про эмоциональное обаяние. Про внутреннее какое-то обаяние. Из вас свет какой-то идет. Вы притягиваете мужчин. Привлекательно для мужского пола. Есть у вас такой маячок, как у насекомых, знаете, которые привлекают противоположный пол. Так и у вас. Антенки такие специальные. Связь с высшим разумом. Который позволяет вам притягивать мужчин. Вы пользуетесь популярностью, на самом деле, в мужских кругах. Понятно, да, что не все мужчины готовы в этом признаться вам. Но вы, женщина, довольно-таки интересная и очень привлекательная. Вы желанный объект для многих мужчин. Кто-то скажет, да нет, я там толстая. Многие у меня там полные коленки, полные. Я юбку не могу надеть. Какая там женственность. Я вам хочу сказать, что этот ресурс вы просто в себе подавляете. Вот и все. Вы красавица. У вас кожа, ну как это, кровь с молоком. Не морщинки, большие глаза. Там у кого-то светлые, у кого-то темные. Но реально кровь с молоком. Щечки такие есть у вас. Такая девушка в теле, может быть, да. Почему-то идет не информация. Девушка не худенькая. Либо склонная к полноте, либо такая полненькая. Но вы очень симпатичная. Даже вот в своем вот этом несовершенном теле физическом, скажем так. Небольшого роста мне показывают женщину. Девушку, может быть, да. Кто смотрит на склад. У вас недюжинная сила. Карта сила выпадает на людей лично, сильных морально. На личности, которые в жизни вообще не сдаются никогда. Вы, конечно, с виду такая хрупкая. Милая, нежная, понимающая, дипломатичная, уступчивая. Но если вас разбудить внутренний огонь, вы можете ударить. И достаточно больно ударить. И вы можете бороться и терпеть, если это нужно. Побороться и потерпеть можете. И вы можете приручить свой внутренний огонь, когда вам это нужно будет. Но, конечно, вы такая интересная. Конечно, вы притягательная. И этого мужчину можно понять. Виноват ли человек, на самом деле. Давайте посмотрим с позиции высших сил. Что скажет Вселенная по поводу его поступка по отношению к вам. Виноват ли он четверка мечей. Карта пассивная. Я бы сказала, больше нет, чем да. Четверка мечей. Это карта человека, который просто вовремя не сделал какое-то решительное действие. Который не проявил активность. Который где-то мог, не подумав, что-то сделать. То есть это пассивная энергия, которая была, управляла, да, этим мужчиной в момент, когда он принимал вот это болезненное решение. В отношении ваших отношений. Ну, еще посмотрим, виноват ли человек. Виноват. Ну, колесница это всегда, это всегда езда в повозке, да. То есть мужчина едет в повозке, соответственно, управляет этой повозкой кто-то другой. Здесь кто-то другой был. Я здесь вижу женщину, такая, мечом своим. Если уж ударит, так ударит, да. Фуру даст даже самому мужественному мужику. Такая железная леди. Мужик в юбке, скажем так. Такие женщины, как правило, очень несчастны в личной жизни. Они пытаются притягивать мужчин, всеми силами удерживать их там. Где-то кнутом, где-то пряником, где-то финансовыми какими-то обязательствами. Вот там такие отношения были. Ну, понимаете, здесь сыграно было на его импульсивности. Вот он очень импульсивный человек, этот мужчина. И очень амбициозен. Он хотел карьерного роста, он хотел саморазвития, он хотел расширить свои горизонты. Этот человек всегда хотел много зарабатывать, иметь престижную должность. Вот это и сыграло против него. Эта амбиция его, чрезмерная, зашкаливающая, на самом деле сыграла против него. Человек сегодня сам по себе несчастен, я бы так сказала. Он в этих отношениях, конечно, находится с этой дамой, возможно. Если только они не расстались, там всё-таки карта смерти была. Задумался сегодня. Задумался и, знаете, такие нешуточные вопросы перед ним открываются философского плана. А кто я такой, да, в этом мире, после того, что я сделал? А нужно ли мне оно? Вот это всё, эти перспективы. Эти удовлетворённые амбиции. Он удовлетворил сегодня амбиции, но он ведь думает, задумался, а нужно ли оно? А в этом ли счастье? А к тому ли я шёл? А то ли я решение принялась, то ли я с женщиной расстался? То есть, достаточно такие тяжёлые думы у этого человека сегодня. Но у вас новый будет мужчина? Давайте посмотрим про нового человека. Всё-таки про нового человека. Да, при дороге этот человек, рыцарь Пентакли. Всё-таки по судьбе вам новый человек. По судьбе. Ну, смотрите, вы сегодня как-то отказываетесь. Немножко так штыки принимаете. Само вот это, то, что новый человек может появиться в вашем пространстве. Говорите, нет, я не хочу. Я не хочу отношений, я вообще ничего не хочу. Может быть, сейчас просто хотите в одиночестве побыть. Карта рыцарь, прошу прощения, Паш Мечей. Она про такое отторжение вами сегодня. Вообще, одна только мысль о том, что отношения могут какие-то новые быть у вас в будущем. Вы сегодня вообще, на самом деле, вот как эта мечевая дама даже. Ну, это не ваша суть. Я не знаю, почему вы сегодня настолько, ну, вот как-то даже жёстко себя ведёте. Себя оцениваете жёстко. По жизни как-то ведёте себя жестковато иногда. Но ваша суть – это всё-таки кубки, да? Это ваша женская вот эта слабость, которая является вашим оружием. Вы сегодня под узу мечей пытаетесь защищаться. Но вы и так защищены. Вас вселенная и так бережёт. Главное оружие женщины – это её слабость. Вот это то, чем вы можете всегда пользоваться. Но вы как бы этим не пользуетесь сегодня. Вы сегодня такой мужичонок, который закрыл своё сердце и который говорит себе «Нет, я не хочу, я не буду, лучше я буду одна». Какие-то принципы выставлять, какие-то условия. У кого-то завышенные требования пошли уже к партнёрам, да? Но это не есть хорошо. И тем не менее, человек новый идёт. Он уже по направлению к вам. Вот он, Пентаклевый человек, ресурсный, хороший. Потенциал у него просто зашкаливает. На самом деле здесь пара. Здесь вот королева Пентакли и король Пентакли. Это пара. Это люди, подходящие по энергетическому ресурсу, по потенциалу энергетическому. Вот ваша пара. Она впереди ещё. Впереди. Вот они, отношения страстные. Страстные, очень эмоциональные. Мужчины, вы не сразу этого распознаете. Ну, как вот наученный обманом, да? Вот этим предательством. Будете сначала подозревать его в чём-то. Подозрительно относиться очень. Но потом это всё выйдет в семью. Благополучные взаимоотношения. Вот такой расклад. Надеюсь, информация была вам полезной. До новых встреч!